Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня предлагаю вам 4 рецепта вареников на разном тесте с разной начинкой, но все они очень вкусные. Сделала эту подборку к празднику. У нас в Украине всегда готовят вареники на щедривку, это на Старый Новый Год. Если вы тоже готовите, то думаю, какой-нибудь один рецепт из этих 4 вы для себя обязательно подберёте. Все эти рецепты у меня есть на канале. Так что, если захотите посмотреть полное видео, то ссылочки на них найдёте внизу в описании. Для вареников с картошкой приготовлю дрожжевое тесто. Для этого беру стакан воды комнатной температуры, добавляю 10 граммов прессованных дрожжей, пол чайной ложки сахара, чайную ложку соли без горки и 2 яйца. Всё хорошо перемешиваю до однородности. Осталось только добавить муку и замесить тесто. По рецепту её надо взять 500-600 граммов, но количество муки в первую очередь зависит от её качества, от клейковины, от влажности и от размера яиц. Сразу добавляю 400 граммов и, как всегда, начинаю замешивать деревянной ложкой. Получается вот такое вот мягкое и влажное тесто. Добавляю ещё 100 граммов муки и продолжаю уже вымешивать руками. Тесто должно получиться средней консистенции, чтобы с ним удобно было работать. Домешиваю его на столе, для этого подпыляю его мукой и вымешиваю до однородности и гладкости. Накрываю его полотенцем, чтобы тесто не засыхало и не бралось корочкой. Не надо давать ему подходить, не надо делать обминки, просто дать ему полежать минут 10, чтобы тесто отдохнуло и клейковина расслабилась. Ну а дальше можно делать вареники, как вам удобно. Раскатать тесто в пласт или в жгутик. Я сделала жгутик и нарезаю его на кусочки толщиной где-то полтора сантиметра. Тоже обваливаю их в муке, для того, чтобы они не засыхали и не прилипали к столу. Работать с этим тестом очень удобно. Оно подходит, получается пышное, мягкое, податливое. Раскатывать его скалкой не надо, просто раздавливаю пальцами. Беру побольше начинки. Вареники домашние, начинки должно быть много. И слепляю. Вареники можно сделать обычные или вот такие вот фигурные. А вообще на этом тесте можно приготовить вареники с разной начинкой, со сладкой или с солёной. Если начинка сладкая, то и в тесто по желанию можно добавить немного больше сахара. Вода закипела, я её посолила и запрасываю в вареники. Воду обязательно надо солить, какие бы вареники вы не варили, сладкие или солёные. Если вода не солёная, то при варке они легко раскрываются. Для многих это тесто необычное, но приготовьте и попробуйте, как это вкусно. Как только вода хорошо закипит, с этого момента проварю их 2, но максимум 3 минуты. Начинка здесь готова, а тесто варится очень быстро. Посмотрите, какое оно пышное, воздушное, очень похоже на паровые вареники. А подать их можно по-разному. Со сливочным маслом, со сметаной или с жареным луком. Здесь уже по вашему вкусу. Ну, а это вареники с грибами и сыром. Тоже очень вкусные. Для начинки сразу лук и грибы обжариваю на растительном масле на разных сковородках. Лук до прозрачности, до лёгкой золотистости, а грибы почти до готовности. Соединяю всё вместе, добавляю соль, перец и ещё немного обжариваю. Соль добавляю не по вкусу, потому что в начинку ещё надо будет добавить сыр, а он тоже солёный. В конце приготовления добавляю немного муки, она потянет себя влагу и начинка получится более вязкая, не такая рассыпчатая. Теперь, пока грибы остывают, можно приготовить тесто. В миску выливаю стакан кефира комнатной температуры, пол чайной ложки соды без горки, добавляю через сито, чтобы не оставались её комочки, чайную ложку соли, один желток и 400 граммов муки. В рецепте указано 400-450, но количество муки, как всегда, зависит от её качества и в данном случае ещё от жирности кефира. Добавляю 1 столовую ложку растительного масла. С ним легче вымешивается тесто, быстрее в него собирается вся мука и сухие крошки. Когда всё собралось с теста, стол немного подпыляю мукой и домешиваю его на столе. Оно должно получиться однородным, гладким и эластичным. Вот такое вот оно должно получиться. Эластичное, мягкое, но не липкое. Накрываю полотенцем и пока отставляю в сторону. К остывшим грибам добавляю сыр. Я его натерла на мелкой тёрке. И хорошо перемешиваю. Вот сейчас уже с сыром надо попробовать на соль и добавить её по вкусу. Всё, начинка готова. А за это время тесто немного отлежалось. Стол подпыляю мукой, тесто тоже. И раскатываю в тонкий пласт толщиной где-то до 2 мм. Очень приятно с ним работать. Эластичное, послушное. Я больше стол не подпыляла мукой и оно не прилипает ни к скалке, ни к столу. Хорошо раскатывается. И вот такой вот формочкой, её диаметр 5,5 см, вырезаю тесто. Обрезки собираю в один комок и без добавления муки вымешиваю до однородности. Накрываю полотенцем, чтобы оно не засыхало. И делаю вареники. Тесто немного раздавливаю пальцами, чтобы лепёшка стала побольше. И добавляю начинку. Смотрите, как хорошо, как удобно. Пальцами придавили. Тесто слепили. И вареник готов. Тесто очень послушное. Хорошо лепится. Я не пользуюсь мукой. И оно не прилипает к пальцам. Вареники по всем этим рецептам на любом тесте хорошо переносят заморозку. Только делать это надо правильно. Не перемораживайте вареники в открытом виде. Не высушивайте их, иначе тесто потрескается. Чуть-чуть подморозили на досточке. И сразу прячьте в пакет. К этому времени закипела вода. Я её, как всегда, посолила. Опускаю в вареники. Перемешиваю обратной стороной ложки, чтобы все они остались целые. Довожу до кипения. И как только вода хорошо закипит, варю их около 3 минут. Достаю их в тарелку. Смотрите, какие они одинаковые, аппетитные. Добавляю жареный лук на растительном масле. Перетряхиваю. И можно подавать к столу. Ну, а теперь вареники с капустой. В стакан разбиваю одно яйцо. К яйцу чайную ложку соли. Хорошо перемешиваю до однородности. И добавляю тёплую воду. До верха стакана. Вода не должна быть горячая, просто приятно тёплая. На такой воде тесто получается эластичное и не подплывает. Добавляю муку. Обязательно просеиваю. Мне её понадобится 400 граммов. Но добавляю не всё сразу, а порциями, чтобы не забить тесто мукой. Здесь не нужна сода. Тесто очень простое, но получается вкусное. И на нём можно приготовить как вареники, так и пельмени. Я вчера приготовила начинку. Стушила капусту с луком, морковкой и томатным соком. Специи, соль и перец добавила по вкусу. В конце приготовления добавляю 2 столовые ложки растительного масла. И когда все крошки соберутся в тесто, домешивать его буду на столе. Я его не подпыляю мукой, оно хорошо вымешивается и так. Замесить его надо, как всегда, до однородности и гладкости. И должно получиться вот такое вот тесто. Мягкое, но не липкое. Накрываю плёнкой, чтобы оно не засыхало. И даю ему отдохнуть хотя бы 5 минут. За это время клейковина расслабится. И оно будет легче поддаваться раскатке. Раскатываю тесто в тонкий пласт толщиной около 2 мм. И всё той же формочкой вырезаю кружочки. Ну а дальше, как всегда, раздавливаю тесто пальцами. Побольше добавляю начинки. С капустой это, правда, делать не очень удобно. Она вылазит со всех сторон. Особенно, если её много, придавливаю пальцами и слепляю вареник. Вот столько вареников получилось из этой порции. Часть сварю сейчас, а остальные заморожу. Варю их, как обычно, в подсоленной воде. Доведу до кипения. И после того, как вода хорошо закипит, варить их буду не более 3 минут. Достаю из воды. Добавляю жареный лук на растительном масле. Зелёный лучок. Можно добавить свежий укроп. Тоже получится вкусно и ароматно. Смотрите, какие они в середине. Тоненькое тесто, много капусты. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! И последний рецепт, это вареники с ливером. Для начинки я взяла свиное сердце, лёгкое и печень. Сердце и лёгкое варила полтора часа, а печень обжарила до готовности, но не пересушивала. Ещё понадобится много жареного лука. Всё это выношу в прохладное место до полного остывания, а сама займусь тестом. В миску высыпаю 350 г муки, добавляю чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли и 1 треть чайной ложки соды. Перетираю через сито, чтобы разбить все комочки. Хорошо всё перемешиваю и получается аналог блинной муки. В середине делаю углубление, выливаю полстакана кефира. Кефир должен быть комнатной температуры. И для теста понадобится ещё один желток. Добавляю его в оставшийся кефир, хорошо перемешиваю и выливаю муку. Замешиваю тесто и чтобы в него хорошо собрались все эти крошки, добавляю 1 столовую ложку растительного масла. На этом тесте у меня на канале есть ещё вареники с творогом. Получаются очень вкусные. Многие их уже попробовали, оценили. Ну и судя по комментариям, рецепт очень понравился. Сейчас на экране появится ссылка на это видео. Заходите, смотрите и готовьте с удовольствием. Домешиваю на столе без добавления муки. Вот 350 г мне как раз достаточно. Ну а вы же смотрите по своему тесту. Если оно у вас очень липкое, то добавляйте её по чуть-чуть, чтобы не забить тесто мукой. Накрываю тесто пакетом, чтобы оно не засыхало. А сама приготовлю начинку. Всё пропускаю через мясорубку. Добавляю чайную ложку соли, пол чайной ложки перца и хорошо перемешиваю. Этой начинки мне хватит на 2 порции теста. Поэтому половину отделяю и отправляю её в морозилку. А в следующий раз приготовлю с ней вареники или пирожки. Обязательно приготовьте тесто по этому рецепту. Я даже не могу сказать, какое тесто из 4 мне нравится больше. Всегда готовлю разное, отталкиваясь от того, что есть в холодильнике. На кефире, дрожжевое или на воде. Знаю, что у всех вкусовые предпочтения разные. Но уверена, что это тесто понравится всем. Вареники на нём получаются очень вкусные. Ну а если вы уже готовили по этим рецептам, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое тесто вам понравилось больше. Тесто раскатываю также в пласт толщиной 2 мм. Вырезаю кружочки. Накрываю их плёнкой, чтобы они не засыхали. И вот теперь можно не спеша делать вареники. Тесто раздавливаю пальцами. Добавляю много начинки. Смотрите, как она хорошо держит форму. Не рассыпается. Легко с ней работать. И тесто тоже эластичное, послушное, легко слепляется. Не прилипает к рукам. И не надо пользоваться мукой. Вода закипела. Добавляю соль, лавровый лист. Помешиваю её. И загружаю вареники. Так они не сразу опустятся на дно. И не прилипнут к донышку. Ну и варить любые вареники надо в большом количестве воды. Так они точно не слипнутся. Помешиваю обратной стороной ложки. Накрываю крышкой. И довожу до кипения. Как только вода хорошо закипит, варю их пару минут и достаточно. Это тесто главное не переварить, чтобы оно не потемнело. Осталось пышным и мягким. В миске у меня размягчённое масло. Вылавливаю вареники. И перетряхиваю. Вареники ароматные. Пахнут сливочным маслом. Смотрите, какие они в разрезе. Много начинки. Аппетитные. Очень вкусные. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих родных такими вкусными домашними варениками. И приятного вам аппетита! Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока! Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok